Армения ТД представляет ключевые события прошедшей недели. В Армении со 2 мая проходит перманентная акция гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие перекрывают улицы армянской столицы, проводят митинги и шествия. Один из организаторов антиправительственных выступлений, вице-спикер парламента Ишхан Сахаталян заявил, что после смены власти будет сформировано правительство национального согласия, которое, как он подчеркнул, не будет правительством одного человека или партии. Создав временного правительства, сказал Сахаталян, войдут профессионалы, которые возьмут на себя обязательство вывести страну из кризиса. Полиция за истекший период доставила в полицейские участки более 600 человек. В числе подвергнутых приводу были сын второго президента Армении Ливон Качарян, бывший боец Асаламбик Сасунян, депутат Арам Вартаванян, также была попытка задержать бывшего начальника полиции Валерия Осипяна. В Следственном комитете возбуждены уголовные дела по противоправным действиям участников акции протеста. Четверо участников протеста задержаны. На фоне внутриполитического напряжения в Армении активизировались внешнеполитические процессы. Глава МИД Армении Аррад Мирзаян, находившийся с четырехдневным рабочим визитом в США, провел переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкиным. Последний приветствовал диалог между Арменией и Азербайджаном, а также выразил признательность за дальновидность, смелость и гибкость, которые премьер-министр Никол Пашинян и Армения проявляют в этом процессе. Аррад Мирзаян, в свою очередь, подчеркнул важную роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в Нагорно-Карабахском урегулировании. Глава МИД Армении также выразил признательность Вашингтону за поддержку процесса нормализации армяно-турецких отношений и позицию США в вопросе признания и осуждения геноцида армян. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обсудили в Брюсселе процесс подготовки мирного договора между двумя странами. Армен Григорян на брифинге в Ереване заявил, что есть понимание в необходимости объединения двух пакетов по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Он отметил, что речь идет о пакете из пяти предложений Азербайджана и шести предложений Армении. Понимание в необходимости объединения всех без исключения предложений есть и со стороны Азербайджана, и со стороны международных партнеров, подчеркнул он. В Вене состоялась уже третья по счету встреча специальных представителей Армении и Турции по урегулированию армян-турецких отношений, вице-спикера Национального собрания Армении Рупена Рупиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылычев. Спецпредставители вновь заявили, что цель этого процесса – достичь полноценного урегулирования отношений между двумя странами. Между тем, в Ереване заявили, что в краткосрочной перспективе в Армении не видят готовности Турции к шагам по нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента по внешним связям Эдуард Агаджанян. Он также прокомментировал недавние заявления министра иностранных дел Турции Мевлю Тачао Шоглу о необходимости уточнения армян-турецкой границы. Подобный намек, по словам армянского парламентария, был сделан и во время переговоров спецпредставителей Турции и Армении, но армянская сторона категорически отвергла его. На этом фоне весьма примечательна новость о том, что Анкара закрыла воздушный коридор, по которому армянский авиаперевозчик Flyvan Армения может летать в Европу. Армения Today представляет ключевые события прошедшей недели. На этом все. Следите за актуальными новостями на сайте и в телеграм-канале Армения Today.